Всем привет! Как вас дела? Я надеюсь, все поправдько. Сегодня я реагирую на топ-10 самых вкусных блюд русской кухни. Еда в России. Вы знаете уже, что я очень люблю еду, русскую еду, конечно. И каждый раз, когда я делаю и сняю видео на этом теме, вам очень интересно, я думала, это будет интересно сегодня, когда я реагирую на это видео. Я люблю готовить, я люблю говорить, и я люблю попробовать русскую еду. И да, поэтому я хочу видеть, если я знаю все, все блюда, и если я уже попробую, что я хочу попробовать. И тоже через несколько недель, может быть, я хочу заказать из русский ресторан в Дубае, потому что я живу в Дубае сейчас, потому что я видела рекламу, и да, они готовят русские блюда, и да, я очень хочу попробовать. И может быть, когда я посмотрю это видео, я буду смотреть, да, несколько блюда, которые я не уже попробовала. И да, может быть, это будет интереснее. Ну, а давайте начнем. Традиционная русская кухня многие века являлась неотъемлемой частью культуры русского народа. Она была поистине многогранной, разнообразной и вкусной, перед тем, как на долгие десятилетия погрузиться в мрак своего забвения. В наше время русская кулинарная культура переживает этап своего возрождения, о чем свидетельствует повышенный к ней интерес среди гурманов и поваров со всего мира. Блюда и рецепты русской кухни сильно разнятся в зависимости от конкретного региона. Например, кухня русского севера очень отличается от кухни по Волжье, а сибирская от московской. Но тем не менее существуют блюда, которые полюбились по всей территории современной России. И о 10 самых вкусных мы вам сегодня расскажем. Привет, вы на канале Кулинарный ТОП. И это подборка 10 самых вкусных блюд русской кухни. Номер 10. Телятина по-орловски. Именно так по всему миру, кроме... Я думаю, что я никогда видела это блюдо. Никогда. Но интересно. Но в первом видео выглядит как рыба, но сейчас выглядит как мясо. Не знаю. В России именуется блюдо, которое известно каждому из нас как мясо по-французски. Первоначальный рецепт этого блюда далек от современного и включал в себя такие слои, как тонко нарезанная вырезка телятины, картофель, грибы и лук. Сверху все ингредиенты заливались соусом марне, состоящего из соуса бешамели и тертого сыра. В наши дни оригинальное блюдо упростили. Исчезли грибы, а мясная составляющая стала чаще всего включать свинину или говядину, а порой даже... А, это сложное слово. Но я понимаю, это не рыба. Я не пила правильнее. Это мясо, да. Как интересно! И выглядит легко готово тоже. Но только картошки, мясо, помидоры. И что еще? Майль заменен сливками, сметаной или в крайнем случае купленным в магазине майонезом. Существуют разные варианты приготовления блюда. Интересно, я хочу попробовать это блюдо. Я тоже люблю французские блюда. И да, это очень похоже с много сыра. Да, вчера я готовила французские блюда, называются катан де фенуа. Это картошки с сыром, с сливком, с сметаной тоже. Я использую сметану, не крэм фреш, потому что это легче найти и это чуть-чуть дешевле в магазине тоже. И да, это очень похоже. Я использую сметану, не крэм фреш. Ну, да. Салат оливье. Одно из самых узнаваемых блюд русской кухни, обязательный атрибут любого праздничного события, а также... Но я никогда видела салат оливье выглядеть вот так, с икрой, с... Что это? А, как называется? Я забыла. Это... Слово в русском... На французском тоже. Я забыла. Мне нужно перевод. Кроветка. Да. Я никогда видела салат оливье с креветками. Никогда. Как интересно. Главный символ новогоднего стола. Оригинальный вариант салата был придуман еще в 1860-х годах. Но со временем рецепт подвергся значительным изменениям. Современный вариант салата включает в себя мясной компонент, отварные картофель, морковь и яйца. А также соленые огурцы, консервированный горошек и майонез. И если вы полагаете, что оливье популярен лишь в России и странах постсоветского пространства, то, вероятно, будете удивлены узнать, что этот салат знаменит во всем мире и известен под названием русский салат. Его готовят по всей юго-восточной, центральной, южной и даже северной Европе, в таких странах Азии, как Турция, Иран, Индия и Покетона. Мне очень нравится салат и левье. Каждый год, да, каждый год на Новом году я готовлю салат и левье сама. Здесь я могу найти колбасу, я могу найти. И да, я могу готовить здесь, в Дубае тоже. Да, очень вкусно, я очень люблю. Но я не могу есть каждый день, конечно. Каждую неделю, но да, я люблю. А также по всей Латинской Америке, особенно в Аргентине, где салат оливье принято подавать в качестве гарнира к жареному мясу. Салат оливье в Англии называется Russian salad. Российский салат. Как смешно, да? Не салат оливье. Номер восемь. Блины. Вопреки мнений многих иностранцев, полагающих, что русские блины всегда наполнены черной или красной икрой, или на худой конец копченым мясом лососевых, жители России вряд ли довольствуются такими. Я очень люблю блины с лососом. Очень вкусно. Но это не отменяет того факта, что традиционные русские блинчики являются превосходным перекусом для начала нового дня. Тесто для традиционных русских блинов, именно традиционных, а не современных, включает в себя муку, яйца, молоко, дрожжи, сахар и щепотку соли. Русские блинчики подают с вареньем, медом, сгущенным молоком, сметаной, йогуртом и другими дополнениями. И хотя русские блинчики намного тоньше панкейков, однако они уж точно не менее вкусные. И в отличие от своих заокеанских коллег, русские блинчики можно фаршировать... В Англии блины называются крэп, потому что панкейки в Англии очень толстые. Ну, в России тоже панкейки очень толстые, и поэтому, когда мы готовим блины, блинчики, они называются крэп, потому что мы используем французское слово в Англии. ...фруктовыми и грибными, а также творогом. Номер семь. Пельмени. Я очень-очень люблю, люблю. Моя мама готовит самые вкусные пельмени. Я никогда пробовала пельмени вкуснее, чем пельмени моей маме. Ну, разве можно представить себе русскую кухню без пельмени? И хотя это повседневно и популярно... Всегда мне нужно есть пельмени со сметаной и с укропом тоже. Да, конечно, как все, я думаю. ...по всей территории России блюдо берет свое начало с Урала и Сибири. Однако в наши дни у каждого российского региона сформировалась своя собственная пельменная философия. В каждом российском регионе существуют свои варианты начинки, и не только мясные. Готовят это блюдо и с рыбой, и с грибами, и с картошкой, и даже с рисом. Пельмени подают практически в каждом ресторане русской кухни по всему миру, а также во многих русских домах, где в каждой семье есть свой рецепт этого блюда, который вот уже 600 лет неизменно украшает столы российского народа. По традиции пельмени подают как с бульоном, так и без него, но обязательно со сметаной. Номер шесть. Но в детстве я никогда, а если вы не знаете, моя мама русская, и поэтому, да, она готовит пельмени, но она не готовила все блюда, поэтому, когда я переехала в Россию, я попробовала много блюда, которые я никогда пробовала. Но я была как иностранца в России, даже моя мама русская. И да, в детстве я никогда ела пельмени с бульоном, только со сметаной. Да, это вот так. И когда я жила в Москве, я видела на первом разе с бульоном. Да, я думала, ах, это хорошая идея с бульоном. Бифстроганов. Без сомнения, это гениальное русское по происхождению блюдо было создано не без влияния французского стиля приготовления еды, который, к слову, был весьма популярным в то время среди русских. Я знаю бифстроганов, потому что моя мама готова к бифстроганов, и она учила мне, как готовить тоже. Это с сметаной, с помидорными пастами, тоже с гречой или с макаронами, как вы хотите, как вы любите. Да, я знаю все за бифстроганов. Который, к слову, был весьма популярным в то время среди русской аристократии. В идеале для этого блюда необходимо исключительно говяжьей вывеской, богатой своим вкусом и текстурой сливочно-сметанный соус с белыми грибами. Поскольку говядину по-строгановски сегодня готовят в ресторанах по всему миру, существует огромное множество рецептов этого блюда. И некоторые повара готовят его не только из говядины, но и, например, из субпродуктов и морепродуктов. В наше время помимо говядины и грибов частыми участниками команды становятся лук, маринованные огурцы, сметана, жирные сливки и даже томатная паста для придания блюду утонченного цвета. Идеальным гарниром для бифстроганов послужит картофельное пюре. Номер пять. Шашлык и борщ. Шашлык и борщ. Почему они вместе? Они очень другие, да? Шашлык и борщ. Я, конечно, уже попробовала борщ и шашлык. Я могу готовить борщ. Если у меня есть много времени, я готовлю, готовлю. Но шашлык обычно я не готовлю, но моя мама готовлю шашлык. Да, я знаю. Очень вкусно, конечно. Ну почему же мы объединили эти два невероятно вкусные, но абсолютно не похожие друг на друга блюда? Да потому что оба они не являются исконно русскими. Однако уже давно плотно вошедшие в русскую кулинарную культуру. Шашлык представляет собой насаженные на шампуры, заранее замаринованные или не маринованные вовсе, куски мяса или овощей, обжаренные на мангале. Прелесть шашлыка заключается в том, что каждый кулинар вправе сам решать, какое мясо выбрать для этого наивкуснейшего блюда и какие компоненты для его маринования использовать. Это пришедшее с Кавказа блюдо в России готовят уже лет 200, однако истинную славу он приобрел лишь во второй половине 20 века, став не только гастрономическим, но и культурным феноменом. До сих пор у русской народной забавы под названием шашлыки, статус одновременно и блюда, и события. И хотя считается, что родиной борща является территория современной Украины, однако этот культовый суп готовят по всей Центральной и Восточной Европе. Россия тоже любит борщ настолько, что у каждого увлеченного кулинара здесь свой самый правильный рецепт приготовления борща, как и самый правильный набор ингредиентов для него. На юге России, например, в борщ принято добавлять помидоры. Это знаменитые ростовские, кубанские или астраханские виды борща. Но независимо от разновидности этого удивительного по вкусу и непревзойденного по аромату супа, в основе борща неизменно присутствуют мясо, свекла, морковь и капуста. Хотя также существуют и постные версии этого супа. Номер 4. Солянка. Ни окрошка, ни щи, ни рассольник, ни уха, ни любой другой исконно русский суп не сможет конкурировать. Я никогда попробовала солянку. Я видела, я знаю имя, но я никогда попробовала солянку. Я очень люблю оливье, я люблю, ну, супы тоже. Да, я думаю, я буду любить, меня будет нравиться, если я попробую. А может быть, я буду заказать через несколько недель из-за ресурсов, русских ресурсов в видео. Потому что, да, я думаю, мне будет нравиться. Шутливое гастрономическое правило. Чтобы в России не умереть с голоду, достаточно знать лишь одно слово. Солянка. Этот традиционный русский суп, получивший признание во всем мире, готовит из нескольких видов мяса, включая говядину, солонину, копченые мясные и колбасные изделия, что и придает солянке особый изумительно пикантный вкус. Также солянка не обходится и без овощей, корнеплодов, соленых огурцов, томатов и зелени. Помимо основного вида существуют еще два варианта этого русского супа. Рыбная солянка. И грибная, оливки, долька лимона и сметана играют важную роль в формировании неповторимого вкуса этого потрясающего блюда. 3. Гурьевская каша Нет более русского блюда, чем каша, рецептов которой по всей Руси и современной России насчитывается без преувеличения ни одна сотня. Но вот гурьевская каша – это настоящая легенда русской кухни. Конечно, чтобы она получилась такой, как у наших предков, нужна настоящая печка, однако и банальной духовкой тоже можно обойтись. Гурьевская каша представляет собой сладкую манную кашу на молоке и сливках с добавлением варенья, меда, орехов, сухофруктов, цукатов и пряностей. Я не знаю, если я попробую гурьевскую кашу, потому что я знаю много разных кашей, я знаю, но имя я не знаю. Может быть, я неправильно скажу, но да, я не знаю, я думаю. Это выглядит как торт. Как вкусно! Торт на завтрак. Очень вкусно! Номер 2. Икра. Красная и черная икра является, пожалуй, визитной карточкой русской кухни. Причем до 19 века икра была обыденным продуктом, хотя и считалась королевой деликатесов. Ее подавали к царскому столу и преподносили в качестве желанного подарка. Ею подчевали заморских гостей и баловали любимых женщин. Тем не менее, в наше время этот вкусный и полезный продукт для большинства жителей России... Семья, с которой я работаю каждый день, они едят икру каждый день. Я никогда видела это, но они говорят, что это очень полезно. И поэтому они едят каждый день икру. Я тоже пробовала, но несколько раз, когда родители готовили мне хлеб, но бутерброд. Вы знаете, бутерброд с маслом, с икрой на черном хлебе. Да, очень вкусно, очень вкусно. Икру является символом богатства и роскоши. И на столах россиян он появляется довольно редко. Самую вкусную красную икру получают из нерки, симы, кижуча, горбуши и киты. Самой же редкой красной икрой является икра чавыча или королевского лосося. Что касается черной икры, то белужье считается самой вкусной и ценной, и как следствие, самой дорогой. Также элитными видами черной икры является икра осетра и севрюги. У нас на канале есть отдельный ролик, посвященный различным видам икры. Номер 1. Пироги. Русская кухня немыслима без пирогов. Пирог в русской кухне имеет примерно такое же значение, как пицца у итальянцев. Подобно тому, как никто в мире не способен воссоздать настоящую пиццу лучше, чем это сделают итальянцы. Так и самые вкусные пироги во всем мире с незапамятных времен пекли именно на Руси. Здесь закрытые и открытые пироги пекут уже много веков, в основном из несладкого теста. Мне нравятся пироги, но это не мое любимое блюдо из России. Это не мое любимое блюдо, может быть, пальмени, или блинчики, или суп, но какой... Может быть, грибный суп, мой любимый суп. Но пироги, я не буду сказать, это топ-1, может быть, топ-10, не топ-1, да. ...различными начинками, от мясных и рыбных, до фруктовых и творожных. Это блюдо... А, да, у вас есть сладкие пироги тоже. Но мне нравятся больше сладкие пироги. ...всегда занимало важное место в русской культуре, поскольку к каждому событию делались свои пироги. На именины, крестины, свадьбу, на масленицу, поминки и так далее. И хотя в русской кухне существует немыслимое количество разновидностей этого блюда, однако самыми популярными неизменно остаются кулебяки, курники и растягая. О русских пирогах в будущем мы сделаем отдельное видео. Сейчас я знаю, какие русские блюда я хочу попробовать на будущем. Но да, это все для этого видео. Спасибо большое за просмотр. И до скорого. Пока. Пока.